В администрации Северского района прошло очередное планерное совещание. Перед началом обсуждения повестки в торжественной обстановке поздравили представителей восьми молодых семей, ставших участниками реализуемого в муниципалитете федерального проекта. Всем им вручили свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. Общий объем средств, направленных на предоставление выплат, составил более 19 миллионов рублей. В рамках заседания районной комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности обсудили вопрос подготовки к безаварийному пропуску паводков. Зима была дождливой и временами снежной. Уровень рек на территории района несколько раз повышался до неблагоприятных и даже опасных отметок. Однако благодаря проводимым в минувшем году мероприятиям по расчистке русел рек и ериков подтоплений удалось избежать. По уверениям синоптиков, весна тоже будет дождливой. Главам поселений рекомендовали проверить готовность сил и средств к возможному возникновению чрезвычайных ситуаций и регулярно проводить осмотры рек и подмостовых пространств. Кроме того, в поселениях должны сформировать пакеты документов для вступления в краевую программу и получения финансов на выполнении мероприятий по расчистке русел рек в этом году. Обсудили обеспечение первичных мер пожарной безопасности с учетом сложившейся обстановки в районе. За истекший период 2024 года на территории Северского района уже зарегистрировано 12 пожаров. Основными причинами пожаров и места их возникновения остается у нас жилой сектор. Между тем, в защите дома от пожара большую роль играет наличие дымового пожарного извещателя. В Северском районе их бесплатно устанавливают в домах многодетных и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Главам поселений рекомендовали активнее заняться вопросом дальнейшей установки датчиков в домах жителей, в первую очередь с печным отоплением. Сейчас это можно сделать и за счет краевого бюджета.